Дорогие друзья, сегодня я вам представляю потрясающую женщину, мамочку двоих детей. Женщину, которая создала проект Fly Mama. Женщину, которая написала книги, написала массу тренингов для таких же женщин, которые очень хотят быть реализованными, полноценными, хотят очень быть... создать в своей жизни некий оазис, который бы поддерживал их, а не разрушал. Эта женщина является бизнес-тренером, она является человеком, который несет некую идею порядка в мир любой другой женщины. Я вам представляю Светлану Гончарову, на тренинге которой недавно мне посчастливилось быть. И сегодня мы с вами будем говорить о том, как в наше бурное время стать вот той супер-мамой, мамой на миллион, которая действительно может и коня наскаку остановить, и изба, и мужи, и дети, и бизнес, и все остальное, чтобы это все было по полочкам и красиво. Светочка, ну что, давай начнем с того вообще, как пришла к этому всему, и как это можно вообще взять и сделать в своей жизни порядок. Ты мне так представила, Наташа, вообще прям коня наскаку, горячую избу. Вот. На самом деле я такая мама, которая, да, чего-то достигла, сделала порядок, но одна из самых больших важных вещей, к которым я пришла, что не нужно быть идеальной и не нужно быть супер-мамой, нужно быть нормальной мамой, нормальной женщиной. То есть достаточно быть просто нормальной, это уже хорошо. Вот. А как я к этому пришла, как, наверное, многие женщины, через свой кризис личный. Был у меня период в жизни, когда детки мои были совсем маленькие, старшему было три года, а младшему было полгодика всего. И я поняла, что я не справляюсь с тем, что происходит в моей жизни, что я не успеваю ни по дому, ни поддерживать хорошие отношения с мужем. При этом я пыталась работать, я была фрилансером, занималась графическим дизайном на тот момент. Мне хотелось работать, у меня было много идей. И я понимала, что я не справляюсь. Вот какой-то, вот я не знаю, как на дно я опустилась. Днём плакали дети, ночью плакала мама, потому что у меня просто валилось всё из рук. Вот. И мне на тот момент казалось, что мои проблемы в том, что мне никто не помогает. Что вот я одна такая прямо у станка, там муж не помогает, мама не помогает, дети очень требовательные, квартира маленькая вообще не там, где я бы хотела. То есть всё не так вокруг меня, поэтому мне плохо. И как бы такой подход не работал. Мне становилось всё хуже и хуже. И однажды мне настолько было плохо, как-то утром, я помню, я проснулась, и мне настолько хотелось, чтобы люди поняли, что мне тяжело, и чтобы кто-то пришёл, меня поддержал, что я взяла машинку для стрижки волос, мальчиков мы наших стригли, вот, и срезала волосы все, которые у меня были на голове. У меня остался такой ёжик двухсантиметровый. Это такой был крик души. Люди, мне плохо, помогите, поддержите меня. Вот. Муж, когда увидел, что я сделала, он сказал, ты что, как, что, что происходит? Я говорю, знаешь, вот теперь ты будешь на меня смотреть и будешь видеть, что у меня есть проблемы. Вот. Что вот как-то мне, может, там помочь надо, что-то ещё. Но на самом деле это не сработало, к сожалению. Я ждала, что все кинутся сразу меня спасать. Вот. Друзья, знакомые сказали, ой, Света, ты новый образ ищешь? Тебя очень идёт. А кто тебя постриг так красиво? Вот. То есть вот этот мой такой прямо выброс, крик души, да, такая вот попытка найти помощь, она была неуспешна, но для меня, вот лично для меня, это был такой момент, когда я поняла, что дальше уже, ну, скатываться некуда, что надо что-то, если, ну, то есть никто не приходит тебя спасать, ты должна сама для себя что-то сделать. Вот. И я стала думать о том, что я сама могу сделать для себя, даже без того, что там мой муж прямо сейчас изменится, там квартира у меня будет другая, дети вырастут. Вот что я могу сама сделать? На тот момент я начала изучать систему Флэй Леди, одна моя подруга мне подсказала, и в этой системе очень классные были шажки маленькие, ежедневные, очень простые, например, вымыть раковину и вымыть посуду и оставить чистую раковину, чтобы она утром тебя встретила, выносить каждый день мусор, научиться выполнять ежедневные ритуалы, то есть совсем такие маленькие шажочки. Но для меня это было, ну, просто спасение, потому что я поняла, что маленькими шажками можно продвигаться вперёд, можно себя организовать. Как ты, например, однажды не умеешь варить борщ, ты можешь научиться это делать. Не сразу, но это возможно. То же самое в организации своего времени, в организации семьи. Шаг за шагом можно этому научиться. Я стала это делать в своей жизни, я стала изучать тайм-менеджмент, читать книги, там, сидеть на форумах, узнавать, а как мамы успевают, вот по крупицам собирать это всё. И через год мою семью, мою жизнь уже было не узнать. И что самое вот то, что меня поразило в этой перемене, которая произошла в моей жизни, в том, что научившись поддерживать порядок в доме, в банальных вещах, это помогло мне очень сильно улучшить отношения с мужем и с детьми. То есть это было самое ценное для меня, потому что то, что как бы рушилась эта близость с мужем из-за постоянных упрёков, из-за постоянного недовольства, из-за постоянной усталости, это, наверное, больнее всего было. А тут я стала планировать свой день, я стала понимать, когда что у меня происходит. Я научилась отдыхать, заботиться о себе. Я научилась в правильное русло детей направлять, уделять мужу время. И поменялась моя жизнь качественно, семья укрепилась. И вот в тот момент я поняла, что это то, чем я хочу поделиться с другими мамами, потому что это настолько сильно мне помогло. И самое главное, помогло сохранить отношения хорошие в семье и улучшить их. И вот потом родилась моя мама. И потом родилась моя мама. Свет, сейчас такая фраза прозвучала, идти маленькими шажками. А какие именно маленькие шажки можно было бы сейчас конкретно порекомендовать тем женщинам, которые сидят нас слушают и думают, вау, вы не понимаете, о чем вы говорите. Вот то, что у вас, это еще ничего. Вот у меня вообще хаос их уже всех. Вот прям с чего можно начать и какую-то продолжительность шажков каких-то. Вот можешь озвучить? Самый первый маленький и очень важный шаг к порядку, вот все сейчас удивятся женщины, но честно, это то, с чего нужно начинать. Женщина, которая хочет привести в порядок свою голову, свой дом, свою семью, свою жизнь, она в первую очередь должна позаботиться о себе. Она должна создать ресурс для того, чтобы у нее была возможность что-то планировать, что-то убирать по каким-то графикам, выполнять свои списки, которые она будет себе писать. То есть очень часто у большинства наших женщин нет ресурса, нет сил. И иногда мы думаем, ну вот там флаймама советует какие-то списки составлять, что-то планировать. И женщина начинает делать, но через неделю, через две все, она не может дальше продолжать, у нее руки опускаются, она то забывает, то не выполняет, толку никого нет. И ты думаешь, ну, наверное, это не для меня, это все планирование, самоорганизация, наверное, я неорганизованный человек. Но на самом деле очень часто проблема в том, что просто нету сил. Просто ты не высыпаешься, ты хочешь лечь спать, а не списки писать и там раковину мыть, например. Поэтому, во-первых, надо научиться находить время для себя, давать себе возможность останавливаться, говорить себе «стоп, все, я должна отдохнуть», научить свою семью, что маме нужно время в тишине, наедине, маме нужно спать, маме нужно есть, маме нужно гулять, что мама должна уходить куда-то к подругам время от времени. Это большая тема. Но я хочу, чтобы все, кто нас сейчас слушают, поняли вот этот главный момент, что ты хочешь организованной жизни, ты хочешь успевать не все. Я не хочу, чтобы вы успевали все, я сама не успеваю все. Я успеваю главное. Вот если вы в жизни хотите успевать главное, надо начинать с себя, начинать с себя в том плане, что вы должны создавать ресурс для вот этого успевания, заботиться о себе. И сразу же, чтобы женщины сейчас не метались и не думали, а как же мне создать ресурс, самый простой способ – это уделить себе время утром, начать день с себя. Это можно делать совершенно разными способами. Кстати, это то же, что делала я вот тогда в мой кризисный период жизни, вот, попробуйте, если вы можете, встаньте немножко раньше вашей семьи, даже на полчасика и умойтесь, переоденьтесь, расчешитесь, делайте зарядку, выпейте стакан воды, почитайте какую-то вдохновляющую книгу, пойдите на улицу прогуляйтесь, то есть что-то сделайте для себя, чтобы подзарядиться, чтобы начать этот день с себя. Если у вас совсем маленькие детки, и они там вот, ну, там грудные, например, да, и вы просыпаетесь, все равно вы не можете раньше их встать, тоже вы можете начать день с себя. Поменяйте подгузник ребенку, а потом сделайте для себя что-то, сделайте себе там утренний напиток, сделайте ту же зарядку, даже если дети ползают по вас, включите музыку какую-то вдохновляющую, покормите себя, а не там кого-то, вот, то есть помните, что очень важно, даже, да, вот, если даже женщина с утра, она встала, и она не почистила зубы, не расчесалась, не переоделась, она чувствует себя плохо. Даже, ну, я понимаю, что многие женщины, когда маленькие детки есть, это нормально, но на самом деле это ненормально, потому что если вы хотя бы уделите себе 10-15 минут себе с утра, не детям, дети подождут 15 минут, даже в закаканном памперсе оно подождет, вот, но как только вы будете нормально выглядеть, у вас будут почищенные зубы, у вас будете расчесанной, вы будете чувствовать себя по-другому, если вы чувствуете себя хорошо, вы готовы горы свернуть, вы можете о семье позаботиться, вот, и вот тут вот главная фишка, что если ты хочешь позаботиться о семье, на самом деле классно, на 100%, ты должна, во-первых, наполнить себя, чтобы тебе было что отдать, вот в этом фишка. Наполнение себя прежде всего, я, кстати, вот тоже заметила такой момент, бывает, у нас тоже двое маленьких детей у меня, и бывает такое, что ты просыпаешься утром и вообще не с себя начала, где-то побежала, что-то там делаешь, там быстренько собрать, и на каком-то этапе я ловлю себя на том, что я в халате махровом, тёплом, потому что особенно когда холодное время, я ещё мерзлячка, и я в этом тёплом махровом халате уже сижу за компьютером и что-то делаю, дети уже порасходились, и у меня нет желания из него вылезать, из этого халата. И я очень чётко отследила, как только я в халате работаю, что-то делаю, провожу день, у меня день ватный, он неактивный, я не могу о нём сказать, вау, какой день был, какой интересный день. Получается, что вот даже вот эта простая какая-то вещь, как халат, причём у меня ещё есть три халата, да, разные, и вот они ещё по тяжести имеют значение, то есть есть халат тяжёлый, после которого мне вообще, я вообще в нём ничего делать не могу, я в нём каких-то пузов хожу, он-то тёпленький, он теплее всех, но он не способствует реализации, поэтому вот на это такой момент надо обратить тоже, наверное, внимание, сбрасывать с себя максимально всё, да? Да, сбрасывать, оставлять только самое важное, и, во-первых, находить время для себя, находить время для себя, тогда будет ресурс на всё остальное, вот, если уже говорить про маленькие шажки, да, то вот первый совет был начинать утро с себя, и второй совет, чтобы вы могли начать утро с себя, надо помнить, что утро начинается вечером, и вот это очень важный момент, который очень часто многие мамы упускают, это как проходит подготовка ко сну и детей, и всей семьи, вот вечерний ритуал, если вы хотите встать пораньше, например, там в 7, да, ваши дети встают в 8, то, соответственно, вам нужно лечь тоже пораньше, не сидеть там до полуночи, там до 2, до 3 ночи в Фейсбуке и так далее, радуясь, что дети спят наконец-то, вот, а вы, значит, можете себе время посвятить, лучше это время посвятить себе утром, потому что ночное время, которое вы крадёте у себя ночной сон, это плохо для вашего здоровья, на самом деле очень мало людей, которые продуктивно это время проводят, вот, поэтому надо обратить внимание на то, во сколько вы начинаете готовиться ко сну, потому что если вы хотите за полчаса уложить детей, потом сама вовремя лечь, ничего не получится, надо минимум 2 часа, а то и больше, чтобы закончить все дела, там, помыть посуду, убрать на кухню, приготовить одежду на завтра, там, проверить уроки, чтобы дети помыли, сказку им рассказать, провести время с мужем, там, себя приготовить ко сну, то есть это минимум 2 часа, поэтому очень, вот, я прям рекомендую всем радиослушательницам прямо сейчас взять свои телефоны и поставить на этом телефоне будильник, который будет срабатывать, например, в 7 вечера, у вас там будет до 9-2 часа, чтобы подготовиться ко сну, то есть время, когда вы должны начать готовиться ко сну, это будет вам напоминать о том, что вот день заканчивается, надо выключать телевизор, надо выключать компьютер, надо заниматься вечерним ритуалом, вот, это поможет вам организовать весь ваш день, я даже сейчас не говорю о том, что давайте будем планировать, записывать, вот эти вот 2 маленькие фишечки, как ваше утро проходит и как вы готовитесь ко сну вечером, ваш вечерний ритуал, если вы это наладите, если вы поймете, как это время должно проходить у вас, вы сможете и весь остальной день организовать, потому что утро и вечер это 2 такие ключевые точки вашего дня, и вы сможете наполнить себя, и это тоже организующие такие структуры для всей семьи вашей. То есть мы понимаем, что у нас есть утро, с которого мы начинаем свой день, и поэтому чем качественнее мы это утро начнем, тем качественнее у нас пройдет день. А потом у нас есть вечер, который завершает наш день, как бы такое подведение итогов, но оказывается это еще подготовка к следующему продуктивному утру. отлично. Спасибо, Свет, за такие рекомендации. Хорошо. А что, Свет, вот утром лучше всего делать, чтобы этот день наполнить, а не перевезти в никуда? Вот есть какие-то там шаги обязательно? Да, конечно. Ну, во-первых, я уже рекомендовала, вставайте немножко раньше вашей семьи, для этого немножко раньше ложитесь. И как только вы встаете, я рекомендую не трогать ваши мобильные телефоны, планшеты, то есть очень часто ты просыпаешься, еще в постели ты проверяешь, что там тебе кто лайкнул, что тебе кто написал, а как там жизнь без меня, там я ночь спала, что там произошло. И как только мы берем наши гаджеты в руки, и мы смотрим комментарии, сообщения, мы сразу же переходим на территорию других людей, и мы уже не думаем о том, а что мне сегодня нужно, как я могу о себе позаботиться, что мне надо день запланировать, то есть мы уже уходим со своей территории, мы уже не посвящаем это время себе. Даже если я увидела, что мне там какая-то подружка написала, Света, ты мне обещала и не сделала, там бла-бла-бла, даже я ничего не делаю, я уже думаю об этом, мое утро уже другое. Я встаю утром, я не трогаю смартфон, вот, я включаю плеер, в котором у меня аудиокнига какая-то интересная, у меня аудиокнига, вот, и я делаю зарядку, я выпиваю стакан чистой воды, я привожу себя в порядок, как я уже говорила, я слушаю аудиокнигу, то есть я делаю что-то, чтобы себя вдохновить, чтобы дать какую-то полезную информацию себе. Вот. Поэтому, во-первых, не трогайте ваш смартфон, во-вторых, выпейте стакан воды чистой, это очень важно, это поможет вам чувствовать себя лучше, вообще чистая вода – это чудесный способ заботиться о здоровье, заботиться о себе, создавать ресурс, вот, надо этого не забывать делать. Вот. И следующий момент – это, скажем так, духовная и физическая зарядка. Нашему телу нужно проснуться, никаких особенных там сильных нагрузок с утра давать не нужно, но немножко подвигаться, сделать какие-то пару упражнений из йоги на растяжку, может быть, на легкую пробежку пойти на улицу, это то, что позволит крови задвигаться, вы будете лучше себя чувствовать, вы проснетесь, то есть физическое ваше состояние, оно очень сильно влияет на ваше настроение, на ваше успевание, на все, что у вас будет происходить сегодня. Поэтому помните, что вот на машине незаправленной вы не доедете никуда, правда? То же самое с нашим телом. Если мы не позаботимся, не подзаправим его с утра, тоже никуда, как бы, наше тело нас не привезет. Вот. И духовная зарядка – это смотря что кому уже нужно. Я, например, человек верующий, я всегда читаю Библию, молюсь утром, плюс читаю какую-то вдохновляющую книгу. Есть люди, с утра пишут дневник, как-то анализируют свою жизнь. Есть люди, которые читают какую-то литературу вдохновляющую, там, о саморазвитии, что-то, да, какие-то мысли себе забросить, которые тебя направят, вот, как маячок, будут показывать тебе, куда тебе идти. Вот можете читать книжки мои для мам, вот, проекта Флаймама, да, о том, что мама может сделать для того, чтобы стать более организованной. То есть, что-то надо сделать такое, что не произойдет без вашего участия. Потому что, в Фейсбук почитать сообщения, почитать почту, почитать телевизор посмотреть, вам не нужно усиленники прикладывать. И неизвестно, куда это вас приведет, и какие мысли это вам навеет, и к чему это вас призовет. Вот. Но выбрать книгу, которую вы осознанно выбрали, потому что вы хотите расти в какой-то сфере. Читать эту книгу, слушать аудиокнигу, писать дневник, да, это то, что требует от вас усилий, и это как раз те усилия, которые помогают нам расти, которые помогают нам создавать ресурс для себя и потом отдавать это нашим семьям. И когда вот вы такое утро провели, встают дети, встает муж, и мама уже не такой незаспанный монстр, зомби, не выспавшийся, а мама, она уже прошла обновление, она готова, она понимает, что будет происходить. И тоже очень важный момент, в утренний ритуал включите простое планирование дня. Возьмите просто лист бумаги или какой-то там крутой ежедневник от флаймамы и запишите, что вы хотите сделать сегодня. Я, когда планирую день, планирую дела не просто пишу один список большой, что мне нужно сделать, я разбиваю на три потока. Я пишу, что мне для себя нужно сделать, потому что, во-первых, мне нужно себя наполнить, себе позаботиться, чтобы было что отдать. Чтобы не забыть, я вот отдельно, отдельным столбиком это пишу. Дальше. Для семьи. Семья это домашние дела, что там детям нужно, муж, родственники. Вот это вот семья. Я записываю там кушать, приготовить, купить, убрать. То есть даже банальные вещи, которые ты вроде бы знаешь, что тебе надо там пол подмести каждый день. Но когда ты записал, ты это сделаешь, скорее всего. Вот. То есть ты не закручиваешься, ты посмотришь свой список, он тебе напомнит о чем-то или там ты что-то приготовить хотела. Очень хорошо, например, знать, что ты будешь готовить сегодня. Это поможет встать и сделать, а не просто сидеть и в общем ничего не делать. Вот. Поэтому запланируйте ваш день для себя, для семьи и для людей. Если вы работаете, если вы занимаетесь там служением, социальной работой, чем-то вне семьи, тоже запишите, что вы конкретно должны сделать вот по вашей работе. И потом, когда уже день начинается, я смотрю на эти три столбика и я думаю так, окей, вот для себя время я уже провела. Сейчас я буду заниматься семьей, а потом я буду заниматься работой. И очень важно вот эти вот дела не смешивать между собой. То есть, если утром время это для меня, я не занимаюсь приготовлением еды там или чем-то еще. Я качественно там всего лишь полчаса или час провожу наедине с собой и это заряжает меня. Потом я не смотрю одновременно сериал по телевизору, там приготовив еду. Я занимаюсь конкретно своей семьей, семейными делами. Я концентрируюсь на том, что я делаю, я концентрируюсь на детях, на мужа. Это позволяет в короткий период времени качественно вложиться и больше успеть. Это вот очень важный момент. И работа тоже. Все, никаких уже развлечений. Там дети ушли в школу, муж на работе, я конкретно занимаюсь работой. То есть, это помогает мамам, у которых времени мало, все-таки вкладывать во все главные сферы жизни, делать это качественно максимально. Вот поэтому запланировать день утром – это очень здорово. Если вам нравится с вечера планировать, можно и вечером планировать. Я утренний человек, мне удобнее с утра делать, но это точно то, что должно быть в вашем утреннем ритуале и должно быть сделано не позже утреннего ритуала. Свет, вот сейчас многие женщины, я уже вот слышу вот эти, да, вот слышу эти голоса, которые говорят, ну, легко тебе говорить, ты же жаворонок, тебе же легко вставать. Ну, стандартная, да, такая вот отговорка перед собой, прежде всего. Но я сова, я не могу, даже я встаю там в 7 часов утра, там, или в 6 часов утра, чтобы с детьми, но я полусонная, дети отправляют в школу в сад, потом ложусь, еще досыпаю. И этих людей, их много на самом деле, потому что, правда, вечером такая самая основная жизнь у мамы начинается. Тихое время. Тихое время. Вот, вот, да. И это, мне это понятно, хотя я тоже жаворонок, ну, я такой ярко выраженный жаворонок, но я очень много встречаю в жизни женщин, которые действительно думают как сова. Что здесь посоветую? Да, ну, вот я сейчас, вот, буквально пару недель назад вышла моя в свет четвертая книга, называется «Вставай рано», о ранних подъемах как раз. И вот, когда я заканчивала работу над книгой, я очень много исследовала материалов, вот, о том, есть ли жаворонки, совы, какие физиологические процессы происходят в организме, вот, в контексте сна, то есть, вот, все-все-все, я это очень глубоко изучала. И то, что говорят сейчас на данный момент эксперты, что на самом деле, да, есть немножко как бы разница в том, как работают биоритмы у людей, но вот понятие жаворонок, голубь, сова – это на самом деле просто наши привычки. Вот, то есть, в большинстве случаев это привычки, которые просто вот плохие привычки, хорошие привычки, у кого-то там вот вся семья вставала рано, и он встает рано, у кого-то поздно, и дети тоже привыкли ложиться поздно. Вот, поэтому это не приговор. Я не буду говорить, что все, там сов нет и жаворонков нет, мы можем всему научиться. Я понимаю, что для человека, который живет вот в другой реальности, который по ночам что-то там делает, потом утром не может встать, им это вряд ли поможет. Вот, я хочу сказать одно, что если вам, вы, будучи в часовой, и вы поздно ложитесь спать, вы поздно встаете, и вам хорошо в этом ритме, вы чувствуете себя нормально, вы успеваете заботиться о вашей семье, делать вашу работу, ну, нормально вам, хорошо, не надо ничего менять, мы все очень разные, и у нас разные стили жизни, разные потребности. Поэтому, если вам хорошо в этом, будьте, будьте так, ну, не перекраивайте свою жизнь, если в вашей семье тоже хорошо. Но большинство мам, которые вот с таким запросом ко мне приходят, как ты мне рассказала, они как раз не чувствуют себя хорошо, они не довольны тем, как проходит их день, они не высыпаются, они понимают, что они не успевают и там, и сям, и они понимают, что по ночам то, что они делают, на самом деле это не эффективная работа, это не эффективная забота о себе, это что-то не то. То есть, если вы, будучи совой и живя совиной жизнью, чувствуете себя плохо, то попробуйте по-другому пожить. Вы уже знаете, как это поздно ложиться, поздно вставать, ничего не успевать. Попробуйте вставать рано. Конечно, это большая история, и это не так-то просто, но, опять же, я лично знаю очень много мам, которые, будучи совами и не только мам, они осознанно приняли решение, что я хочу жить по-другому. Я хочу, мне нужно тихое время по утрам, а у меня, как у мамы 3-4 детей, оно есть только утром. Мои дети должны рано уходить в школу, в садик, я бы, может, по-другому хотела, но вот в жизни так сложилось, что с утра все начинается и надо успевать утром. Поэтому эти женщины решили, я хочу по-другому, я хочу попробовать по-другому. Вот они научились вставать рано, они перекроили свою жизнь, они очень довольны. То есть попробуйте, в помощь вам моя книжка «Вставай рано», у меня есть тренинг «Вставай рано», много информации тоже в интернете есть на эту тему. То есть, на самом деле, это возможно, и по моим вот подсчетам, где-то так, наверное, до 80% женщин, в общем, для них это хорошо работает. Но, опять же, есть разные женщины, если вам хорошо, не нужно, но если вам плохо, то надо что-то менять. Свет, у меня нет слов благодарности, потому что, действительно, это очень важно, то, о чем мы сейчас говорим, потому что сейчас большое количество женщин примеряет на себя образ бизнес-леди, женщины, которые уже не хотят сидеть и мириться с каким-то установленным бытом. Неизвестно, кем установленным, неважно, там, мужем, отцом, или, там, братьями, да, как есть на Востоке. Есть женщины, которые просто хотят стать той, которая может все сама. Причем не сама, вот я, не надо мне мужчина, да, а сама в плане, я хочу быть женщиной, которая в партнерстве с мужчиной, а не подчиняется, не вот что-то. И вот это очень важно, то, что мы сейчас говорим, потому что это даст возможность таким женщинам оттолкнуться уже от чего-то своего истинного настоящего и встать на какой-то вот тот путь. Свет, вот смотри, ты на этом всем смогла не только свою семью выстроить, ты об этом говоришь другим женщинам, и это все женщины применяют. Может быть, есть какие-то яркие истории твоих клиентов, которые вот были вот в каком-то таком совсем недоумении от своей жизни, и благодаря каким-то простым приемам или каким-то твоим вот, возможно, тренингам, возможно, книги, возможно, вот так вот. Явно отслеженная такая история, которая привела вот в порядок, спасла, можно сказать, брак, жизнь, семью и вообще какую-то реализацию этой женщины. Ну, на самом деле, таких историй очень много, вот. И если вспомнить, первый свой онлайн-тренинг я провела в 2012 году. Это был источник сил для уставшей мамы, и мне кажется, что около десяти женщин, ну, тогда много их прошло, этот тренинг женщин, но вот около десяти девочек, которые проходили этот тренинг, для них это стало как отправной такой точкой в их карьеру, которой они сейчас занимаются. И у меня очень много есть моих учениц, которые вот начинали с источника сил, потом у меня был там один плюс пять шагов в порядку с детьми, то есть в общем моя система тей-менеджмента. То есть они просто, будучи уставшими мамами, которые ничего не успевают, такими же, как я, они пришли ко мне, они научились о себе заботиться, они научились просто планировать свое время, они поняли, что всего не успеть надо успевать, главное научились своими приоритетами управлять. Потом они смотрели на меня, что вот я занимаюсь бизнесом в интернете, будучи мамой, и им тоже это стало интересно, и вот многие сейчас из них являются либо очень известными коучами, либо такими же тренерами, как я, пишут книги. Некоторые не занимаются вот тем, чем я занимаюсь, но они начали свои проекты оффлайн, там какие-то детские садики, детские центры, некоторые пошли работать в офис, понимая, как соблюдать баланс между семьей и работой. То есть на самом деле эти женщины, ну это очень интересно, то есть как бы сейчас мы с ними уже общаемся, как с партнерами, и мы часто вместе какие-то проекты проводим, просто дружим, я узнаю, как у них дела, вот они узнают, как у меня. И на самом деле это все начиналось с того момента, когда вот мама ничего не успевает, ужас-ужас, и потихоньку приводя свою жизнь в порядок, женщина, вот в чем плюс самоорганизации, умение себя организовать и порядок в жизни, что ты упорядочиваешь свою семейную жизнь, свой быт, у тебя в голове все понятно, у тебя есть ресурс, ты хочешь больше реализоваться, ты хочешь, у тебя есть таланты, ты хочешь картины писать, стихи сочинять, петь, делиться своими знаниями с другими людьми, какой-то там бизнес открыть. И у тебя есть на это ресурс, потому что ты умеешь организовать свою жизнь, ты умеешь поддерживать баланс в жизни. Вот. Проблема, я думаю, когда женщина не может себя самореализовать, в том, когда вот быт и семейная жизнь, она настолько как бы неправильно организована, что на самом деле женщина не видит, а как, а когда, я могу быть только мамой, я могу быть только хозяйкой, по-другому я просто не успею, можно успеть. Если вам хочется, если у вас, вы хотите миру дать что-то большее, чем просто там забота о семье, хотя я считаю, что женщина полностью может себя реализовать в семье, не работая, ничем не занимаясь, вот, потому что ей есть чем заниматься, да, детьми и домом, вот, ну, мне, например, всегда хотелось работать, я всегда хотела что-то там писать, создавать, рассказывать, делиться с людьми, вот, и я нашла для себя эту возможность, когда я себя организовала, когда я организовала свой быт, получилось как бы, что ты можешь над этим взлететь и заниматься чем-то еще. Вот и получается, флай-мама, которая летает, творит легко, да, и все получается так, как ей надо. Свет, ну, отлично. Тогда можно, знаешь, к какому еще перейти, к такому моменту интересному, который, мне кажется, очень нужен тем, кому интересно то, о чем мы с тобой сегодня говорим. Момент, вот, мы поговорили про утро, мы поговорили про вечер. Что ты рекомендуешь, чтобы обязательно было в течение дня? Вот, ты говоришь, ты успеваешь главное. Что главное ты успеваешь? Вот на чем сфокусироваться? Ну, во-первых, я думаю, что все-таки главное каждая женщина должна для себя определить. Потому что у кого-то очень маленькие дети, у кого-то уже дети-подростки, у кого-то при этом есть работа, у кого-то есть муж, у кого-то нет мужа. Кто-то только в начале там своей карьеры, кто-то уже в середине. То есть у нас у всех разные обстоятельства, поэтому то, что, например, главное для меня, это не обязательно будет главное для вас. Я могу рассказать о том, что для меня является главным каждый день, вот, и как я планирую свой день. Да, расскажи, пожалуйста, чтобы мы услышали и оттолкнулись, вот, да, от каких-то тезисов. Всегда, да, всегда можно смотреть, что работает в жизни другого человека и попробовать примерить на себя. Подойдет отлично, не подойдет что-то другое пробовать. Поэтому, да, это хороший способ. Ну, как я уже говорила, я встаю раньше моей семьи и уделяю время себе. Я понимаю, что у меня не будет в течение дня ни на зарядку времени, ни на Библию, ни на там что-то пописать, почитать. Не будет у меня этого времени. Поэтому я встаю раньше осознанно, вот, и уделяю время себе, во-первых. Вот. Дальше, если это будний день, то, конечно же, с утра я стараюсь позаботиться о всех бытовых нуждах моей семьи. Они все на мне лежат, вот, и для меня лично легче, когда у меня с утра уже готова еда на весь день, когда, там, запущена стирка, то есть, основные процессы, там, разложены по местам какие-то вещи, когда, в общем, вот, порядок и, как бы, дом запущен. Вот я это называю запустить дом. Вот, как бы, механизм этот работает, тогда я могу уже переключаться, там, на какие-то личные моменты, либо на работу, вот, либо, там, куда-то с мужем уходить. То есть, вот, я рекомендую вот такие вот бытовые вопросы, собирать их в один блок и прикреплять к какой-то части дня. Мне, например, удобно утром и приготовить, и убрать по верхам, и, там, стирку, например, запустить. Вот. Кому-то может быть другая часть дня, тоже можно. Вот, но, то, что точно я рекомендую, это готовить один раз в день, может, даже один раз в два дня. Вот. То есть, лучше больше приготовить, и потом просто вы будете разогревать какой-то салатик дорезать, и у вас будет уже готовая еда всегда. Вот. Дальше тоже то, что я стараюсь делать, как я уже говорила, я стараюсь сконцентрироваться на чем-то одном, то, что я делаю. Вот, у меня есть план дня, я понимаю, что сейчас время, когда дети еще дома, мне нужно проводить их в школу, и я собираю им ланчбокс, например, и я успеваю там обнять их, поцеловать, поговорить, стараюсь поддерживать доброжелательную атмосферу, когда они собираются, там, они иногда говорят, ой, мама, не хочу уйти в школу, я их начинаю, мы с ними что-то начинаем интересное рассказывать, я рассказываю, что я тоже не ходила ходить в школу. То есть, как-то я стараюсь, чтобы у нас вот было общение это. И при этом я, опять же, не проверяю свой телефон, я не занимаюсь рабочими вопросами, только семья. Дальше дети ушли в школу, и у меня есть мои рабочие вопросы, и, опять же, я стараюсь выделять приоритеты, потому что, в принципе, мне кажется, что чем бы ты ни занимался, у тебя есть очень много рутины, которой всегда будет. Там, проверка почты, там, работа социальными сетями, там, звонки какие-то, ответы на вопросы, какие-то встречи, которые нужны другим людям, а не тебе. И если ты не будешь в работе своей тоже выделять приоритеты, и понимать, какие занятия, какие задания, они продвигают тебя к твоим целям. Например, вот в моей работе самое главное, то, что и самое сложное для меня, это, например, написание текста, когда я книги пишу, или создание новых тренингов, или запись видео для моего Ютуб-канала. То есть это то, что я, например, не могу делать, когда кто-то рядом есть, там, дети, муж, когда мне мешают. Это когда я должна быть максимально, ну, в ресурсном состоянии, хорошо должна голова соображать. Вот поэтому эти вещи я делаю, во-первых, я не лезу в почту, в Фейсбук и в разные, там, другие места. Я отгораживаюсь от всего, и я занимаюсь конкретно вот самым главным по моей работе с утра. Потому что я знаю, что после обеда я уже буду так себе, и я уже смогу проверить почту, ответить там на всякие запросы. Вот, а самое сложное я делаю с утра, потому что это самое ресурсное мое время. Вот, поэтому тоже, опять же, вот это то, то главное, чему я уделяю свое время. Вот, дальше, например, когда уже приходят дети и муж домой, я стараюсь, опять же, переключаться полностью на них. Если что-то по работе не успело, буду завтра успевать. Все, что я сегодня успела, там, в 5 пришли, я закрыла компьютер, все, я со своими детьми, я со своим мужем. Вот, тоже то, что мне вот в последнее время очень помогает, и то, к чему я не сразу пришла, очень важно научиться, опять же, если вы хотите успевать, главное, вот эти вот ритуалы, маленькие шажки, научиться уделять полностью свое внимание детям и мужу. Например, муж приходит домой, и он заходит сразу с проговора, начинает что-то рассказывать мне, там, вот, я там на работе, бла-бла-бла, я ему задаю вопросы. Как я делала раньше? Он приходит, рассказывает мне, а я мою посуду, что-то накрываю на стол, там, ну, а что я буду время терять, я же слышу, правда, что он рассказывает. А на самом деле ему не подходил такой момент, это было не общение для него. Вот, и мне кажется, для любого человека, когда ты рассказываешь, когда тебя смотрят в глаза, когда полностью человек с тобой, это гораздо больше смысла несет, чем когда кто-то там угукает. Мне ребенок младший говорит постоянно, мама, почему ты постоянно говоришь угу? Он мне рассказывает, я ага, потому что я о чем-то другом думаю, не говори угу. Вот, поэтому вот это вот понимание, что да, это мое время, но я его посвящаю, я откладываю там свою посуду, я сажусь напротив мужа, я говорю, рассказывай, смотрю ему в глаза, я полностью с ним, я думаю о нем, я, ну, то есть, это настолько, казалось бы, пять-десять минут в день муж счастлив, отношения укрепляются, то же самое с детьми. Мы очень часто думаем, вот дети все время с нами находятся, и мы, а это я и так много времени ему уделяю. На самом деле нет, детям тоже нужно ваше время, когда ваше, ваше тело, ваша душа, ваш дух, ваше внимание, ваш разум, все на них сконцентрировано. Вот, если он купается в ванной и хочет, чтобы вы рядом с ним сидели, отложите свой смартфон, там, поиграйте с ним, десять минут всего лишь, много не надо этого времени. На самом деле это бесценное время, которое помогает, опять же, сделать вклад в отношения, и даже если при этом я там чего-то не успею там в бытовухе своей, да, ничего страшного, потому что это важнее. Вот, поэтому это вот то, на что я стараюсь вечером сконцентрироваться. Но тоже, как бы, я очень люблю гулять и, ну, как бы, быть на свежем воздухе, и это хорошее время, когда мы можем общаться с мужем с днём, поэтому мы стараемся каждый день выйти на прогулку, вместе тоже побыть. Если погода хорошая, то как бы это то, что мы очень сильно любим. Вот, и опять же, то есть когда уже день заканчивается, вот я понимаю, что подходит вечерний ритуал, и обязательно я подключаю тоже детей своих к нему, то есть они там что нужно поубирать, поскладывать. Вот, кстати, тоже каждый день я стараюсь, чтобы у детей был какой-то такой вот в их чек-листе задание помощь маме. То есть они там должны или пол помыть, или стирку загрузить-разгрузить, или там развесить что-то, что-то пойти купить. Вот, то есть это не обязательно что-то, что там кардинально облегчит мою бытовую жизнь, но дети должны знать, что каждый день они что-то, какой-то вклад в семью вносят. Вот я стараюсь тоже за этим следить. И тоже я помню, что особое время – это время перед сном. То есть если я вовремя начинаю свой вечерний ритуал, у нашей семьи есть время побыть вместе. Мы, например, перед сном мы всегда молимся вместе, а перед этим мы рассказываем друг другу, за что мы благодарны сегодня. Каждый говорит хотя бы минимум одну вещь, за что я сегодня благодарен. И на самом деле, если правильно организован вечерний ритуал, и у вас есть это время, когда вы вашей семьей вместе, когда вы делитесь самым ценным за день, когда дети могут сказку послушать, когда дети… ну вот по вечерам дети очень открыты родителям. Они и могут рассказать вам то, что они рассказали бы в другое время, и могут услышать от вас и принять что-то очень важное, какие-то ваши ценности. Поэтому вот польза планирования, она банальна в том, что у вас остается время на вот такие вот вещи, которых часто не бывает из-за спешки. Оттуда прибежали, туда побежали, тут не успели, а тут уже спать надо ложиться, потому что утром-то в школу. И вот этого времени драгоценного семейного его нету. Поэтому я стараюсь, опять же, чтобы это планирование всегда работало, особенно вечерний ритуал, чтобы было это особенное время, которое создает, по сути, семью в том виде, в котором она нам нужна. Вот. Ну и тоже я стараюсь удалить вовремя спать, не позже десяти, потому что встаю я где-то в пять-полшестого. Вот. То есть я уже понимаю, что вот я готовлюсь к утру. Я ложусь спать и уже готовлюсь к утру. Свет, вот интересно очень по твоему рассказу понять, в котором часу ты включаешь мобильный телефон и компьютер, в котором включаешь, вот примерно вот по твоему графику. Ну, у меня такая ситуация, что все мои аудиокниги, там, я не знаю, там дневники мои, Библия. То есть у меня все на мобильном телефоне. Ну, окей, тогда будем говорить о соцсетях, о почте. Да, да. Я еще сейчас уточню такой момент. У Светы ситуация необычная. Света живет в Канаде. И в Канаде, меня очень впечатлил этот момент, который Света поднимала на своем тренинге. В Канаде время другое, нежели в нашей части. И поэтому, когда уже Света просыпается, у людей уже идет активная жизнь, поэтому ей в 25 раз тяжелее не включить мобильный телефон, нежели вот нам здесь, живущим в средней полосе. Поэтому вот интересно сейчас узнать твое мнение все-таки. Как у тебя работает эта сила воли по времени? Да, но я заметила, что иногда я, бывает, ночью просыпаюсь в туалет сходить или воды выпить. И если у меня лежит рядом телефон, он сразу начинает вот эти уведомления. То есть у меня практически все уведомления отключены, но некоторые все-таки у меня светятся. И я уже знаю, что у меня там, не знаю, три ночи, а Украина уже бушует, уже сотрудники мне что-то пишут. Я начала просто ставить в авиарежим телефон, когда я ложусь спать, я включаю авиарежим, все. То есть мне надо написать, я могу почитать свою книжку, могу послушать аудиокнигу, у меня все есть, все оффлайн работает. Поэтому я думаю, что я стараюсь не включать свой телефон как минимум до восьми утра, когда дети уже ушли. И тогда я уже могу заниматься работой своей. И потом уже где-то я, наверное, рекомендовала бы за два часа до сна все-таки это отключать. Я стараюсь тоже это делать. Потому что, опять же, для того, чтобы заснуть спокойно, надо быть в спокойном состоянии, а не в новостях каких-то политических. То есть все-таки все, что происходит в социальных сетях, эта вся почта, она сильно может нас нервировать, отвлекать. Поэтому просто надо вовремя это все останавливать, включать авиарежим и уже помнить, что нам нужно это время, когда мы только с собой, когда я с собой, когда я со своей семьей, когда никто не может вклиниться в наше время. Кажется, что это же мои клиенты, это же моя свекровь, это же мои друзья, которые что-то хотят. Я же вроде должна и трубку взять, и на лайки ответить, и там, я не знаю, комментарии написать. Вы никому ничего не должны. Вы, не знаю, должны, наверное, детям и мужу своему, и себе. Вот это драгоценное время мы очень часто его теряем. И, кстати, переехав в Канаду, я вот это ощутила очень сильно, потому что, когда шесть вечера у нас, уже двенадцать ночи в Украине. То есть, никто меня не хочет, никто мне не пишет, никто ничего не требует от меня. Я по-настоящему ощутила, как это, когда... То есть, даже если я зайду в Фейсбук, там ничего не происходит. Все спят. Когда здесь плюс такой есть, да? Утро минус, а здесь плюс. Да, ну, то есть, я, ну, не то, что вы это можете ощутить только что в Канаде, но вот я особенно это ощущаю, что вот это вот мое время, которое я могу потратить так, я хочу так, как хочет моя семья, вот внутри себя и внутри нашей семьи. И, на самом деле, это очень укрепляет и семью, и внутри ресурс создает, чтобы потом утром встать и потом заново начать все делать то, что ты делаешь. Вот, поэтому вот как-то так. Свет, а если дети выходные или, не дай бог, заболели, сбивается ритм или все-таки у тебя как-то какой-то план Б, время Ч или еще что-то есть, наработки какие-то? Ну, тут еще дело привычки, да, потому что мы живем далеко от родственников, у нас нет никаких помощников. На самом деле, если ребенок заболел или выходной, у нас в Канаде часто бывает, что там полдня школы или нету школы вообще там по каким-то причинам. Дети остаются дома, а мне вроде как работать тоже надо. Поэтому, во-первых, надо не паниковать в таком случае, вот, и понимать, что если вот какой-то форс-мажор происходит, например, там дети заболели, вам надо и вроде работать, и детьми заниматься, и все сразу. Надо понимать, что от чего-то надо отказываться. Я стараюсь в такие дни к минимуму сводить быт, либо перегружать какую-то часть быта на плечи детей. Например, я им говорю, так, завтрак будете готовить вы. Вот, они там могут омлет пожарить, то есть им это нравится. Конечно, оно не так будет, как я. Вот, но, тем не менее, они это могут делать. Вот, и в такие дни, опять же, я отказываюсь от каких-то бытовых моментов, чтобы больше времени детям уделить и, возможно, работе. И, с другой стороны, я понимаю, что когда дети рядом, я не могу выполнить всю ту работу, которую бы я выполнила без них. Поэтому я просто спокойно откладываю свою работу, беру детей, и мы идем гулять с ними в парк, вот, и проводим время вместе. Тут тоже очень сильно помогает планирование, да. То есть, когда я понимаю, вот я запланировала себе день, я понимаю, что для меня самое главное, какие мои приоритеты. И, независимо от того, как себя дети ведут или как себя чувствуют, дома или не дома, я понимаю, что, вот, например, мне точно надо там отправить это письмо. или мне точно надо даже уже с детьми поехать в этот магазин и там что-то купить, что я планировала, или там убрать что-то. Вот. Просто дети, они уже подключаются к этому, что-то я выбрасываю, я понимаю, что нет, я это не успею. Но самое главное все равно я могу выполнить даже вместе с детьми. Плюс тоже помогает очень такая фишка, которая называется «Вместе работаем, вместе отдыхаем». То есть, как часто в семьях бывает, ребенок приходит и говорит «Мам, включи мультик, ну включи мультик, ну дай планшет, ну дай планшет, ну я хочу поиграть на компьютере». И вот это нытье, оно не без остановки, мама говорит уже «Иди, только не трогай меня». Многие мамы мне рассказывают о том, что они готовят кушать, пока дети мультики смотрят, потому что дети им мешают. Вот. Но на самом деле выход в другом. Выход в том, чтобы и вы, и дети понимали, что вы вместе выполняете домашние дела, занимаетесь какой-то работой, а потом вы вместе отдыхаете. То есть, мультики у меня дети смотрят и на компьютере играют только тогда, когда приходит время мое тоже отдохнуть, расслабиться, либо какой-то кусочек работы свой сделать. Нет такого, что там дети встали и с утра стали мультики смотреть. Утром мы встали и мы вместе, если дети дома, мы вместе занимаемся домашними делами, мы убираем, мы стираем, мы готовим кушать, мы идем там погулять, а потом у нас есть время отдыха и уже там, например, дети могут посмотреть мультик, поиграть на компьютере, опять же, ограниченное время, пока я там занимаюсь своими рабочими вопросами, либо отдыхаю. А, Свет, это так важно вообще на самом деле, вот эти гаджеты все наши новые, планшеты, телефоны. Еще, знаешь, такой момент есть, я по своим детям замечаю и опять-таки, ну, люди, с которыми общаюсь, дети не хотят кушать без планшета, мультика, телефона. Вот есть какие-нибудь, может, такие живые рекомендации, одна-две-три, сколько есть наблюдения по этому поводу? Ну, обычно это не со зла все происходит у родителей, то есть никто не хочет калечь своих детей, никто не хочет, даже там, когда ты вставишь этот планшет перед ребенком, когда он ест, ты думаешь, блин, зачем я это делаю, мне это не нравится, но ты это делаешь, потому что ты по-другому думаешь, ну, а как, а сейчас оно будет ныть, сейчас оно будет что-то от меня хотеть, сейчас не будет есть. Вот, у меня тоже такая фишка была, типа, ну, мне ж надо знать, что ребенок поел, значит, надо в него запихнуть, там, 10 ложек каши, каким бы путем я это ни сделала, чтобы я знала, что ребенок поел, вот, но на самом деле это, конечно, все очень плохо, и откуда в это все идет? Это все идет оттуда, во что, как мы сами едим, включив телевизор, включив компьютер, что-то смотрим. Вот, я сама знаю, я сама с этим борюсь, очень иногда хочется поесть и посмотреть что-то, типа, вот, ты вроде как приятная с полезным, вот, но на самом деле это плохо. Почему? Потому что, во-первых, мы переедаем, мы съедаем больше, чем нам нужно, во-вторых, когда ты кушаешь и ты сосредоточен на своей еде, то ты, ну, она потом лучше переваривается, ты лучше насыщаешься, вот, и, конечно же, когда эти гаджеты не прекращаются, это плохо и для психики ребенка, и для зрения, и для общения в семье, вот, поэтому, что бы я бы порекомендовала, я понимаю, что, возможно, для многих семей это будет сложно, но это то, что нужно сделать. Надо установить правила, во-первых, договориться с мужем вашим, чтобы вы, как бы, единым фронтом шли, а потом объяснить это детям, что гаджеты недоступны для детей просто так. Их можно взять только, если ты выучил уроки, там, помыл пол, сложил рюкзак на завтра, и у тебя есть час, ты засекаешь этот час на таймере и играешь. То есть по умолчанию у детей нету гаджетов, они им недоступны, даже если им там подарили на день рождения телефон. Это твой телефон, но ты берешь его только сведомо мамы. Понятно, что это до определенного возраста будет работать, но тем не менее. То есть гаджеты с разрешения родителей и только по выполнению определенных требований, и определенное время только можно ими пользоваться. Но это целесообразно. Вот, да. И тоже очень здоровски было бы, чтобы хотя бы один прием пищи семья могла бы проводить вместе, без компьютеров, без телевизоров, вместе сесть за стол, вместе позавтракать, поговорить, обсудить, что нас ждет сегодня. Или вечером все пришли домой и рассказывают, как проходит день. Не каждый раз это будет такое, как в кино, знаете, семья села, все поговорили, побеседовали, все довольны, счастливы. Будут ужины, когда вы будете ссориться, когда кто-то будет недоволен, кто-то будет ныть. Но, в любом случае, такие традиции, они укрепляют семью. Вот. И дети будут против, когда вы начнете устанавливать границы определенные. Вот. Но если вы поймете, зачем вам это, если вы не поймете, зачем вам это, вы это не будете делать. Но если вы поймете, зачем вам это, и что вы можете дать другое, кроме вот этого такого, знаете, как фастфуда, да, для глаз, очень просто там какой-то мультик сидеть, смотреть и есть, и так далее. Вот. То есть, детям нужно внимание. Вот. Поэтому, да, надо ваше время, ваше внимание детям. Тогда они не будут так хотеть компьютеры. Ни один ребенок, нормальный ребенок, не променяет время за компьютером или время мультика на качественное время со своим родителем, когда вы что-то вместе делаете, вы идете вместе гулять, когда вы чем-то занимаетесь интересным, когда что-то, ну, родители рассказывают ребенку. То есть, я думаю, что каждый из нас, вы переживали такие моменты, когда вот что-то вот вы делите вместе с вашим ребенком такое особенное, что запоминается потом надолго и что вы чувствуете в этом ценность. Это никогда не будет менее ценно, чем компьютер. Из-за того, что мы постоянно тоже в этом сидим, мы не понимаем ценность вот этих отношений и мы просто иногда не знаем, как там ребенку, там чего там с ним провести, как время. Нам проще просто дать гаджет. Но на самом деле, если вы цените свою семью и хотите, чтобы у вас не было проблем в воспитании детей, чтобы у них не было проблем в поведении, чтобы у них не было проблем в питании, вот это время семейное, оно очень важно. Когда оно будет, это внимание, это умение быть вместе, быть рядом, когда это будет, то все остальное оно придет в порядок. То есть оно не будет уже занимать столько времени, как раньше. Один бизнес-тренер говорил хорошую фразу, говорит, если вы хотите внедрить какую-то новую привычку, во-первых, надо понять, зачем вам это, а во-вторых, научиться смотреть на свою жизнь как на некую продолжительность, вот от начала до конца, вот это некая продолжительность пути какого-то. И когда ты смотришь вот в масштабе, отошел, как ты говоришь, залетел и что-то можешь делать. Отошел и посмотрел со стороны, к чему приведет внедрение этой привычки сейчас в перспективе и к чему приведет не внедрение этой привычки. И тогда гораздо проще нам принять это и начать делать какие-то правильные шаги. Вообще очень правильно себя испугать. То есть что будет, если я не заберу у ребенка планшет, и мы не начнем нормально общаться? Вот что будет? Надо себя правильно испугать, и тогда сразу мотивация появится для того, чтобы делать правильные шаги. Я поделюсь даже таким совершенно личным неприятным опытом, приоткрою. У меня есть дочка, и когда-то в то время, когда она была совсем маленькой, вместо того, чтобы читать ей сказки перед сном, я вообще очень много читаю, я очень люблю читать, и эти книги поглощаю тоннами. Но мне гораздо было интереснее почитать что-то себе. Я ей рассказывала какую-то двадцать пятую сказку о полузакрытом сонном состоянии. Ну что она там еще понимает? Я тебя так понимаю. Правда? Думала, это я одна такая. Думаю, сейчас как открою тайну. Вот в полусонном этом состоянии, про Колобка, и причем еще про Колобка рассказываю сказку, вот когда вот эти вот медведь, вот эти вот, оно монотонное, я еще так протяжно, чтобы она же скорее уснула. Проходит какое-то время, да. Я за это время сделала определенный скачок в развитии, потому что я правда очень много читала. Кормлю грудью с книжкой, везде коляской с книжкой. Но ребенок не любит сказки, не любит читать тем более сама. То есть она может попросить что-то там прочитать, ну вот так вот, чтобы мы сели и прочитали какую-то книжку длинную вместе, и я сейчас это наверстать не могу. Получается ей сейчас 8 лет, и я никак не могу привить ей любовь к чтению, несмотря на то, что говорят, вот вы сами читаете и дети будут читать. Нет, детям надо читать, чтобы мы читали. Да, надо читать с детьми, это очень важный момент. Читать с детьми. Многие родители говорят, вот почему ты не любишь читать, ты лентяй, ты лодырь. При этом сам родитель никогда ничего не читал детям. И тоже то, о чем говорят психологи, что это время, когда вы садитесь вместе, то есть часто вы обнимаетесь, часто вы рядом находитесь. На картинках есть такие красивые. То есть вот это вот ощущение близости с родителем во время чтения, оно потом заставляет ребенка взять книгу самостоятельно и тоже читать, потому что это будет возвращать его вот это приятное время, когда вы вместе. Вот как важно. Вот поэтому, да, надо читать вместе с детьми. Для меня это тоже напоминание, потому что я тоже не скажу, что у меня идеально в этом все. Сколько лет твоим детям сейчас? Моим детям сейчас 11,5 и 9 лет. И ты говоришь, они тебе помогают по дому, по быту. Да, уже даже так довольно профессионально. И это как-то началось, вот ты постоянно их с детства прививала, или все-таки это как-то не было, не было, не было, а потом я теперь буду учить своих детей мне помогать. И это было с каким-то отрезком. Ну, по-разному было. Когда первенец мой только родился, то я как нормальная новоиспеченная мама, которая ничего не знает, я там убирала, готовила, пока он мультики смотрел там. А когда он засыпал, я тоже там бежала котлеты жарить и квартиру убирать. Вот. И он стал подрастать, и он вообще не интересовался тем, что там на кухне у меня происходит. А почему я это должен делать? Типа, а зачем? То есть это какая-то новость была, что что-то надо делать. Вот. Но с другой стороны, когда у меня появился второй ребенок, он был очень ручной. То есть он все время требовал моего присутствия. Поэтому мне ничего не оставалось. То есть на него не работали ни мультики, ничего. Ему надо мама было. И это было очень хорошо. Потому что, когда я готовила кушать, у меня не было выхода. Я садила его в стульчик высокий, что-то ему давала, какие-то кастрюли, и сама готовила. Когда я шла стирать, он мне закладывал и выкладывал белье. Просто потому, что никуда дети его не могли. Сначала он смотрел, как я вытаскиваю белье из машинки. Потом он, конечно же, хотел тоже это делать. Вот. И до сих пор сейчас вот мой младший, он более такой именно вот в хозяйственных делах. Он все время активист, все время он все хочет делать. И с ним проще в этом плане. Вот. Но что я заметила, когда вот мы особенно переехали в Канаду, когда уже, знаете, нету... Раньше у меня там и няня была, там и бабушка, и дедушка, и кто-то мог прийти помочь. Еду можно было заказать. Там немножко все по-другому, там и другие цены, ну, культура другая. Вот. И я осталась одна вообще полностью, и все на мне такое впечатление было. Да, там муж, он там мог продукты купить. Ну, в общем, домашние дела все на мне. Я в какой-то момент поняла, что я не хочу так. Вот. Я хочу, чтобы у меня было время не только на домашние дела. Я хочу, чтобы моя семья участвовала. И я поняла, что многие вещи, которые я думаю, вот, муж, ну, там, он не делает вот этого, там, посуду не моет, как он может. То есть я на него злюсь, но я его не прошу помочь. Вот. А ему на самом деле очень легко. Он делает, и я уже не злюсь. У нас уже лучше отношения. И тоже очень важный момент, который я поняла, что если вы хотите, чтобы дети хорошо себя вели, в их жизни должны быть вещи, за которые они отвечают. Потому что маленький человек, за которого все решается, то есть, по сути, дети наши не принимают никаких решений серьезных. И маленьким людям это сложно, это тяжело. То есть, маленький человек хочет что-то решать, хочет понимать, что у него есть сила чего-то доказать, что-то сотворить, что он сильный, что он мощный. Поэтому дети часто спорят с родителями. А я не хочу, а я не буду, а я хочу по-другому. Вот. Но дети, которые регулярно выполняют домашние обязанности, которые понимают, что это моя ответственность, я ее делаю, мама мне за это благодарна, я молодец, если бы я это не сделал, этого бы не произошло. Они получают вот эту силу, что они, это я сделал, я принял решение, я сделал. Дети начинают банально себя лучше вести. Мой младший ребенок может ходить, хныкать, что-то там от меня требовать, мама мне скучно. Я говорю, Макс, давай мы с тобой сейчас будем стирать. Он говорит, так, хорошо, где тазик, где белье? Мама, давай неси. То есть, как только я ему задаю направление в каких-то даже банальных домашних делах, все, сразу же включается рабочий режим, человек понимает, что он за что-то отвечает, и он сразу как бы лучше себя чувствует, лучше себя ведет. Вот поэтому это ответственность, которую нужно давать детям, потому что ответственность – это хорошо, это укрепляет самомнение, уверенность в себе у ребенка, и ему не нужно бороться с вами, ничего доказывать вам негативным своим поведением. Вот поэтому у меня, я думаю, были такие периоды, когда я думала, вот надо вот этому уже, вот этот подрост, ему можно что-то передать, и я начинала чему-то учить. Были периоды, когда мне все время казалось, ой, мне легче все самой, и вот какие-то перегрузы у меня были. Были опять же другие периоды, когда я понимала, что все, вот мы начинаем чек-листы заполнять, там на ютубе я выкладывала много видео. Вот были периоды, когда, например, раз каникулы настали, и то дети в школе, и вроде нет у них время заниматься домашними делами, а вот мы на каникулах, и они только хотят в планшеты смотреть. Окей, будет планшет, но будет сначала это, 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 уборка, покупка, приготовление, а потом мы все отдыхаем вместе. Поэтому оно как-то такими волнами у нас накатывается. Я стараюсь не перегружать детей, когда я вижу, что они уже от своих чек-листов уже прям заскучали. Я где-то смотрю сквозь пальцы, я где-то что-то упускаю, я где-то даю возможность им что-то не сделать, вот. Но, в общем, у нас такая атмосфера поддерживается, что, ну, что если мама просит, то надо помочь, в принципе, помогает с удовольствием, что вот есть определенные обязанности, которые мои, и я и должна выполнять. Вот, и я еще поняла тоже важную вещь, что лучше потратить время и свои силы на то, чтобы объяснить ребенку, показать, как пожарить омлет, как постирать, как вымыть пол. Мамы думают, я лучше быстрее сама приготовлю, правда? Конечно, ты быстрее приготовишь, но ребенок-то ничему не учится. Потрать время на то, чтобы ему объяснить, его научить, и потом это время тебе вернется, потому что ребенок сам будет что-то делать. И плюс он приобретает жизненно необходимый опыт, чтобы обслуживать себя, чтобы заботиться о своем доме. То есть это то, что катастрофично нужно и мальчикам, и девочкам в будущем. Светлана, ты сегодня нам приоткрыла очень много разных завес и занавесочек. И мы сегодня, конечно, здесь... Я была на тренинге, я заглядываю на твой сайт, и причем прохожу тренинги других, вот, по тайм-менеджменту других людей, да, еще там вот имею коучей. Но при этом некоторые вещи, которые сегодня вот просто по-житейскому преподнесены вот тобой, они для меня были как некое озарение. Я обязательно переслушаю нашу запись и выпишу, как это говорят, возьму на карандаш. Хорошо. Вы знаете, на самом деле Светлана Гончарова это та женщина, которую имеет смысл слушать в этом деле, в этом вопросе организации жизни мамы, организации жизни своей семьи. Потому что она действительно прошла этот путь, и она смогла это сделать. Она организовала свою жизнь, она организовала жизнь своей семьи. Она после того, как это сделала, или в процессе того, как это делала, еще и запустила свой очень успешный, хороший проект в интернете. А это большой показатель, потому что если бы она была с какими-то запачканными мозгами, вот, то она бы никогда этого всего не сделала. Причем этот проект «Флаймама» позволяет изменять жизни таких же вот нас, загнанных мам, к лучшему, и позволяет организовать свою жизнь так, что мы тоже можем так же. Знаешь, как ты это делаешь, да? How do you do, говорят англичане. И вот действительно очень интересно вслушаться в это все, услышать то, что доносит до нас человек, который, я называю таких людей, как ты, носителем знания, потому что можно быть сколько угодно теоретиком, но пока ты конкретно не скушал его и, простите, не проработал, ну, передать качественно очень сложно. Поэтому как раз это человек, которого можно слушать. Спасибо. Друзья, на этом мы сегодня заканчиваем нашу программу. Отпускаем Светлану. У Светланы презентация ее книги «Вставай рано». Это книга, которая действительно помогает наладить свой быт, потому что помогает наладить свое утро. И для многих женщин, даже и мужчин, которые являются логиками, есть очень много пунктов, которые можно не просто где-то там, ну, вот говорят, что так надо, да? А с конкретными доводами, с конкретными исследованиями прочитать, взять из этой книги и убедить свое сознание, что ты таки действительно правильно поступаешь, слушая эту женщину. Светлан, пару каких-то таких кратких, последних, емких рекомендаций, самых важных рекомендаций нашим слушательницам, и мы будем на сегодня заканчивать наш эфир. Да, в общем, самая главная фишка всего семейного тайм-менеджмента и вот таких всех планирований, успеваний, самоорганизации, я считаю, что самое главное то, к чему это ведет, это то, что женщина и вся семья начинают успевать любить. Вот я очень хочу, чтобы у всех слушательниц, которые сегодня нас слушают, чтобы у вас было качественное время с вашими мужьями, с вашими детьми. То, что вам уже под сорок и вашему мужу, не говорит о том, что у вас уже не может быть влюбленности и чудесного время на интимные отношения, свиданий, какой-то взаимной заинтересованности. И то, что у вас дети-подростки, не говорит о том, что у вас не может быть чего-то общего и что они уже в вас не нуждаются и так далее. То, что у вас очень много дел ежедневных, не говорит о том, что каждый день вы не можете получать какое-то особое общение с вашими близкими людьми. То есть все может быть по-другому, если вы научитесь успевать любить, если вы научитесь успевать главное. Делайте для этого. Не для того, чтобы ваш дом был как с обложки журнала, и чтобы там соседке похвастаться какая-то, и не для того, чтобы там много денег заработать, потому что вот я работаю много, я могу деньги заработать. Самоорганизовывайте себя для того, чтобы успевать любить. Потому что я считаю, что в этом смысл нашей жизни, наши отношения, наши семьи, наша любовь друг к другу и к людям тоже вокруг наших семей. И опять же я напоминаю, что самый первый шаг к этому, вот к всему, что я говорю, это умение заботиться о себе для женщин, умение восполнять свои ресурсы, умение наполнять себя, чтобы было что отдавать. Я не про эгоизм, не про нарциссизм и такую вот любовь к себе. Я про то, что мы хотим много отдать нашим детям и нашим семьям. На самом деле очень много от нас зависит. Поэтому нам нужен этот ресурс. Создать его, тогда мы можем отдать. Вот это самое главное. Как красиво, правда, самая большая мотивация. Успевайте любить. Честно скажу, не хочу тебя отпускать. Сидела бы еще часа три, вот тут задавала вопросы. И мне вообще очень повезло с моей работой на данный момент, потому что я вот так дорвалась к телу. И спрашиваю то, что очень интересно мне. И я думаю, очень интересно нам всем. Девочки и мальчики, кстати, тоже. Светлану мы на сегодня отпускаем, потому что Светлане надо идти. Но у Светланы еще очень много тем. О здоровье. О организации жизни самих детей. Очень интересно мне было бы узнать о планировании, вот этом базовом планировании жизни ребенка наперед. А куда вы хотите, чтобы он направлялся в дальнейшем, и что для этого сейчас надо делать. То есть, да, вот какие шаги, как бы такой стратегия жизни ребенка уже сейчас должна закладываться. Очень много разных тем. И я думаю, что на эти все вопросы ответы мы найдем на сайте, в книгах, ближайших тренингах Светланы. И также я почему-то уверена, что следующий приезд Светы в Украину мы повторим. Да, что-то новенькое расскажем. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.